О чем хотелось сегодня рассказать? Да мы по сути вот занимаемся внутри себя тоже различными цифровизационными, трансформационными процессами и проектами уже вот практически 4 года. Начнем это все в 2018 году. Наверное, такой уже опыт накопился, потом хотел бы с вами поделиться, с чего начинать, как это делать, что у нас там пошло, что не пошло и так далее. Ну вот масштаб, Юрий уже начал рассказывать, мы действительно работаем с огромным количеством информационных систем, у нас огромное количество этих информационных систем и данных, огромное количество мероприятий в год проводится и очень большое количество инспекторов, там более 700 работают с этими информационными системами, получают из них данные. То есть для нас работа вот именно с цифрой, с данными, переход на цифровые методы, на самом деле ключевая задача, вот, и которую мы создали как раз в 2018 году. С чего мы к этому начали приступать? Ну понятно, что определенное количество данных у нас уже собиралось в каком-то виде и так далее, и так далее, мы начинали нечистого, ну нечистого листа, но тем не менее, сам подход, сама культура работы в организации, а культура это основное, я всегда говорю, что цифровизация, работа с данными, она в первую очередь не про данные, про мозги, да, про культуру людей, которые в этом работают, как они мыслят, как они это используют. Культура была все-таки больше заточена на такой вот, наверное, карательный имидж, к которому все привыкли видеть счетную палату. А перед нами стояла задача этот имидж подменять в сторону больше, наверное, что это было? Ага, спасибо. В сторону больше аналитики, вот именно работа с данными, анализы активно-статологических проблем. Для этого нужно вот эту самую культуру, самые методики работы перестроить. И для нас сначала было не очень понятно, что мы должны, собственно, сделать и к чему прийти. Поэтому первое, что мы сделали, подготовили очень короткий документ. Мы не стали его называть именно концептой трансформации, да, вот как трансформация, как кардинальная смена модели деятельности компании, организации. Понятно, что кардинально мы нашу модель деятельности не изменим, вот, но большие моменты именно цифровизации, технологии работы мы в компанию, в организацию должны принести. Поэтому мы назвали это скромнее. Просто концепт этой цифровизации. Небольшой документ, который послужил в первую очередь таким, наверное, основой для коммуникации и вырубки понимания того, куда мы должны прийти. Вот в этом документе мы нарисовали, какой результат у нас должен быть, какие проекты должны быть сделаны для достижения этого результата. Показали это всем руководителям, аудиторам, директорам департаментов. Кто-то воспринял это в штыки, откровенно будем говорить, да, кто-то, наоборот, сказал, это классно, этим надо заниматься. Вот такого рода буйные дискуссии у нас были по поводу документа. Мы его утвердили и пошли дальше. Параллельно, что мы начали делать? Мы начали искать тех людей, которым действительно интересно работать с новыми методологиями, с работой с технологиями. Всегда очень важно найти таких людей, потому что они являются, так сказать, двигателями, наверное, проводниками, такими прогрессорами, да, как раньше говорили. Вот. Как мы это делали? Мы решили провести хакатоны, наше собственное. Мы, что называется, бросили клич среди инспекторов, объяснили, что это такое, что с этого можно получить. Самое удивительное, что это было действительно воспринято очень хорошо. На первую встречу по хакатону пришло 80 человек и 700, про которые мы говорили. Это очень большой, на самом деле, процент. До финала первого хакатона дошли 20, причем дошли прям очень активно. Они там выпасали свои вот эти вот команды, которыми они работали. Они проектировали задачи, они собирали данные для этой задачи, и так далее, и так далее. Вот эти люди, на самом деле, впоследствии, потом уже на протяжении трех лет, стали, по сути, вот такой вот основой для внедрения технологий, таким вот цифровым активом, как мы его называем. Вот. Вот я как раз к нему прихожу, да, собственно говоря, который работает на постоянной основе. Кто-то из них стал аналитиками, кто-то из них стал дата-фтердами. Об этом еще так уже поговорили. И вот как раз мы потом уже из этих людей стали собирать специализированные команды, по конкретной задаче выделили команды аналитиков, команды дата-фтердов, которые именно должны были обеспечивать эти команды аналитиков данными. И вот в общей единой команде эту работу собственно оберили. Это что касается... Ну вот здесь немножко данных по нашему хакатону. Мы их сделали не один. Мы их сделали два хакатона и один так называемый конкурс. Мы участвовали еще в чужих хакатонах. Мы еще вот перед ковидной всей этой историей даже ездили в Чехию, когда вот Европейская ассоциация счетных палат есть такая, проводила свой хакатон, среди команды аналитиков данных. И в принципе там мы были не на последних далеко местах в этом всем процессе. Вот. Очень масштабные мероприятия, которые реально очень быстро людям показывали, что они могут получить от применения технологий. Когда инспектор видит, что приходят молодые ребята, программисты буквально за два дня хакатона поднимают задачу, показывают очень классные эффекты на какой-то модельке, которую они сделали. Или потом эту модельку можно брать. И у нас такие случаи, их немного, ну, 2-3 случая есть, когда мы после хакатонов брали это решение у себя, его внедряли и его используем. Вот. Это очень классно помогает привлечь сторонников вот в эти все безумные затеи по трансформации. Вот. Про структуры команды хакатона не буду остановиться, они достаточно стандартные, вы их все прекрасно знаете. Вот. И, собственно, вот у нас эти самые 20 человек постепенно превратили в 70. И, собственно, вот эти люди как раз и стали тем самым активным, той самой основой нашей, с которой мы работаем. Вот. Мы с ними консультируемся, какие решения внедрять, в каком порядке, какие данные необходимы, сделали общее пространство для общения и так далее, и так далее. Это вот были наши первые шаги, да, вот мы утвердили концепцию, начали люди, с которыми мы примерно понимаем, что будем работать. Дальше мы поняли, что это вот всю деятельность надо как-то систематизировать. И была выдвинута идея сделать так называемый проект после правой зрелости, где мы определяем основные аспекты в области как раз вот совершенствования, да, наших цифровых всех вещей. Мы выделили вот 7 основных направлений, это культура как раз, с которой я говорил, в первую очередь, кадры, процессы, цифровые продукты, модели, данные, инфраструктура. Вот. Я не скажу, что мы были изобретателями этой модели, мы посмотрели на то, как это примерно делает Сбербанк, они пошли примерно таким же путем. Единственное, что мы свои вот эти 20, наверное, направления взяли, свою методику оценки мы тоже разработали, да, потому что вот по каждому из этих аспектов, собственно, у нас есть трехбайная шкала оценки, и на самом деле целевым состоянием может являться даже не 3. Вполне каждый департамент у ГИДОСКО может сказать, мне хватит 2,5, потому что у меня вот такая ситуация, у меня столько-то источников данных, я не могу там на 100% обеспечить какие-то процессы, как получение данных и так далее, и так далее. Вот, ну, собственно говоря, а кто говорит, что мне нужно 2, а кто говорит, наоборот, что я могу и 3 сделать. Это достаточно такая гибкая система показателей, мы ее пересматриваем регулярно, в зависимости от того, как развивается ситуация, как реально происходит совершенствование всей нашей работы, где-то можем какие-то показатели даже убрать, какие-то новые добавить, пересмотреть шкалу оценки и так далее, и так далее. То есть это очень живая структура, которая помогает нам всем видеть, в каком месте мы находимся, потому что оценки департаментов происходят регулярно, вот они происходят ежеквартально, и все видят свой прогресс, с каким они двигаются. И по каждому направлению есть свой перечень мероприятий, совершенно четко определенный, выполняешь эти мероприятия, проходишь там контрольное завешивание, и получаешь свои баллы. И под такого рода мероприятия, естественно, что мы, во-первых, спроектировали систему компетенций, которыми должны обладать, так сказать, инспектора будущего такие, и под эту систему компетенций разработали полностью свою программу обучения. К сожалению, мы посмотрели на рынок, и на рынке готовых программ обучения необходимых нам, которые бы нам подходили, их не было. Ну, естественно, что масса компаний учит питону, масса компаний учит дата-социентизму, различным методам и прочему, но такого вот единого комплексного подхода мы никого не увидели, это во-первых. Во-вторых, мы поняли, что наши люди, вот с нашей культурой, которая у нас есть в организации, они лучше всего учатся на конкретной, мерах на конкретных кейсах. Поэтому все наше обучение строится на том, что люди приносят какие-то свои примеры. Из этих примеров мы делаем учебные задачи, и на этих учебных задачах мы, собственно, показываем, как их решать. И это обучение само по себе огромно по объему, это десятки тысяч человек и часов. Это несколько уровней мы разработали в зависимости, опять же, от ролевой модели сотрудника, не спорили в подготовке, что он должен знать, начиная от простого работы с Excel, и заканчивая действительно уже какие-то сложные вещи, какие-то построения нейросетей. На самом деле, далеко не всем нужно в нашей работе знать нейросети. 80% работы наших инспекторов вполне себе решается нормальным Excel, нормальным построением каких-то пивотов, каких-то инфрографики красивые, понятные и так далее. И дальше мы говорим, что вот такого рода базисные навыки должны быть обязательно у всех, а дальше уже по мере усложнения количество людей, естественно, каждому времени мешается, и вот такого рода сложные задачи, ну, наверное, процентов 5 всего нашего персонала должны уметь, которые, действительно, уже могут профессионально работать с какими-то языками программирования, системой моделирования и так далее. Отдельно мы выделили в определенный момент команду Data Steward, когда мы поняли, что действительно огромное количество, огромная часть успеха работы аналитиков зависит от тех данных, которые они получают на вход. Да, 80%, наверное, успеха аналитической задачи зависит от тех данных, на которых она строится. Поэтому мы выделили отдельную команду Data Steward. Вот здесь тоже у нас была дилемма делать ее централизованную, такой стол заказов, да, в рамках технологического департамента, либо распорядить ее по нашим департаментам, которые занимаются проверками. Плюсы и минусы здесь понятны совершенно. Вот, мы пошли все-таки вторым путем, он труднее, он дольше, но за счет обучения как раз мы надеемся на то, что эти изменения в департаментах будут устойчивы, как раз, наверное, с точки зрения культуры работы, да, потому что если мы централизуем все это, то никакая культура в департаментах работы с данными не появится. А когда там будут люди, когда туда будет погружена часть процессов, теперь так или иначе всем инспекторам придется вот в эту область работы с данными хоть как-то понимать, как она устроена. И опять же мы говорим про культуру, вот культура цифровая, она будет тем самым расти и применение технологий будет более устойчивым. Вот. Ну вот чем занимается команда дата-стюротов, я уже в общем в целом сказал, это обеспечение данными в первую очередь. Вот. И все это находится под шапкой единого управления, мы называем это единая команда по работе с данными, вот, которая, вот еще раз подчеркну, да, она размазана по нескольким подразделениям, часть ее находится в департаментах, часть ее сосредоточена в технологическом подразделении, технологическое подразделение занимается в первую очередь а, той самой инфраструктурой, на которой мы эти данные собираем, храним и предоставляем в обработку, дали там витрин различных, применение и внедрение инструментов биоаналитики для работы с данными и создание методологии политик по работе с данными, это вот наша централизованная вещь. Этим самым вот, как бы, устанавливаем правила, по которым мы в организации работаем. Вот структура сейчас, команда у нас, такой вот технологичный пример, на следующие, вот, те самые дата-стюроты, и вот частично технологически управляющая команда, она уже на стороне технологий. Вот, что нам позволил такой путь, что мы получили в его результате? Мы получили в его результате то, что вот, если вы помните, у нас был такой вот, на модели цифровой зрелости, аспект цифровые решения, да, вот цифровые решения мы понимаем различного рода моделей, в которые применяются цифровые технологии. Это могут быть просто, вот, как я уже говорил, технологии визуализации данных. Это, на самом деле, тоже достаточно сложно и очень важно. Это могут быть различные панели визуализации, и это могут быть различные модели, которые анализируют, делают сценарный анализ каких-то ситуаций. Это могут быть даже нейросети. У нас есть уже инспекторы некоторые, которые сами могут нейросети настроить и с помощью их данные, результаты получать, да. Вот такого рода цифровых решений мы ведем в каталог. У нас на сегодня их уже порядка 120. Это вот за последние два года накоплено. А что такое цифровое решение? Это значит, что либо инспектор вместо там тысячи документов обрабатывает десятки тысяч, загоняя их в систему и видя на этом массиве огромные игру, какие-то новые совершенно вещи. Либо он с помощью технологии может вытаскивать ту информацию, которую он до этого не вытаскивал. Вот как раз вот здесь я привел несколько, всего лишь три примера, которые показывают тот спектр решений, которые у нас сейчас есть, да. Вот как раз и еще один момент, да. Либо, соответственно, инспектор в десятки раз сокращает свои трудозатраты на анализ этой информации. И вот этот вот весь спектр решений примерно вот здесь есть. Вот у нас анализ отчетности ФНС у нас идет отдельно. Здесь мы как раз вот еще сильно экономим время. Например, вот в мониторе федерального имущества как раз вот мы огромным образом увеличим нахват тех операций, которые наши инспекторы смотрят. А по поводу госдолгу это как раз вот один из примеров того, как наши инспекторы делают очень хорошую визуализацию, инфографику. И с помощью нее уже можно делать определенного рода генетические выводы. Нейросетки тоже есть. Вот с помощью нейросеток у нас люди вытаскивали из огромного количества документов, из теснофр этих документов необходимую информацию и, соответственно, классифицировали эти документы на предмет возможного нахождения в них тех или иных нарушений. Вот такого рода у нас тоже есть примеры. Обучение, немножечко я про это сказал. То есть еще раз вернусь. Обучение это на самом деле ключевая такая основа всех преобразований в компании, потому что, ну, как бы здесь два пути, да, либо людей увольнять на их место, принимать совершенно на других. Вот что на самом деле, ну, наверное, не очень здорово с точки зрения, опять же, культуры компании, ее бренда как работодателя и так далее, и так далее на рынке, о чем там сегодня говорили. Вот, и, ну, с другой стороны, это еще не очень здорово в случае госслужбы, да, когда мы не можем взять себе на работу высокооплачиваемых те же самых дата-сайентистов. Вот, у нас нет такой возможности, поэтому мы должны выраживать ее, собственно говоря, у себя. Уважаемые коллеги, вот так, если вкратце, все. Вот основные факторы, которые нам, наверное, стоит обратить внимание любой организации, которая у себя затевает или иные трансформационные изменения, я назвал. Если у вас есть вопросы, я готов, собственно, на них более подробно ответить. Пожалуйста. Иван Сидоров, компания Кридейт. А как нужно попасть, как минимум, как консультанты в вашу команду по работе с данными? Мы очень любим данные, очень знаем много алгоритмов и способов, и вот хотели бы, как консультанты, доступ к данным вам не нужен. А что у нас как консультанты? Кого вы хотите консультировать? Ваши даты сфернов, например, или даты санкистов? Ну, вы знаете, мы сейчас находимся, наверное, такого рода задача для нас была актуальна года полтора назад, да? Вот сейчас мы все-таки, наверное, находимся на том этапе, когда мы уже, в принципе, собрали необходимый наш опыт и уже все это делаем своими полностью силами. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. А есть ли планы по тиражам вашей культуры, опыта, методик другие организации для учебников? Знаете, очень хороший и правильный вопрос. Вот мне кажется, что тиражировать это невозможно. Опять же, возвращаясь, к чему мы начали, все зависит от людей, от того, что у них в голове. И когда мы смотрели на те или иные решения, мы же вот в тот момент, когда мы готовили концепцию нашу, и когда мы начали искать более активных людей, мы в том числе прошерстили весь рынок, аудитовские компании в том числе, и коммерческие аудитовские компании. Мы посмотрели, как из них каждая работает, какие инструменты у себя применяют. И мы поняли, что применимость этих инструментов исключительно зависит от тех людей, которые будут с ними работать. У меня есть примеры, когда я какие-то решения, например, притаскивал, показывал, и они буквально шли в работу чуть ли не через неделю, а есть кейсы, когда я приношу это в другие подразделения, и вот три года они уже думают, а нужно ли им это. И все это очень сильно накладывает впечаток на тот IT-ландшафт, в котором мы работаем, и на тот спектр инструментов, которые мы внедряем. Поэтому я бы здесь сказал, что в первую очередь надо понять, что в голове, и уже под это подстраивать, скажем так, каждый раз, наверное, заново. Как я не смотрю на опыт других компаний, но вот вон так происходит. То есть, визель продка будет, мое мнение, что невозможно стрелять.